добрый день сегодня расскажу вам каким образом оформлять возврат от покупателей в программе 1с управления торговлей редакция 11 и также смешанных конфигурациях это комплексная автоматизация 1с и рп процессы там примерно одинаковые вот соответственно демонстрационная база центральный склад с ордерной схемой вот покажу именно специфику ордерной схемы ну и собственно говоря каким образом оформляется возврат вообще его возвраты от клиентов все хранятся в разделе документы продажи все вот соответственно здесь есть несколько типов возвратов соответственно если вы нажмете кнопку создать да там свободном виде соответственно есть возврат от комиссионер от розничного покупателя возврат товаров от клиента возврат товаров от клиента это основной возврат для торговой конфигурации это возврат товара от оптового покупателя возврат товаров от розничного покупателя ну в принципе происходит чаще там довольно частая штука да там когда розничный покупатель поскольку там регламенты гораздо жестче чем в опте возвращает товар и соответственно ему там на карту или еще как-то деньги перечисляют возврат от комиссионера это если вы товар передавали на комиссию соответственно вы хотите вернуть от космена от комиссионера там своя специфика вот соответственно документы по возвратам можно вводить на основании накладных на основании реализации то есть это делается вот следующим образом да там убираете реализацию нажимаете кнопку вот на основании нажимаете возврата товаров от клиента у вас полностью из реализации заполняется документ подставляется клиент контрагент соглашение организации склад порядок компенсации и заполняется товара да там сколько вы хотите вернуть от порядок компенсации да кстати он появляется только для возврата от оптового покупателя это надо знать вот есть здесь два варианта вернуть денежные средства и оставить в качестве аванса если вы и причем если вы делаете возврат на основании документ реализации услуг с хоз операции вот вверху написанными документа хоз операция если вы делаете на основании реализации услуг реализации то у вас оформляется документ который с хоз операции возврат товаров от клиента если вы делаете реализация товаров услуг передачной комиссии на основании этого документа возврат делать это у вас создается возврат товаров от клиента с Вот ХО написано, да, это ХО, 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 это ХО Здесь указывается возврат по документу продажи, у нас указывается документ продажи, наша реализация. И, соответственно, из нашей реализации заполняется клиент, контрагент, соглашение. Вот отсюда берется реализация или передача на комиссию, у нас берется тип возврата, организация, склад и товары. Здесь двумя строчками забит телевизор Sharp, количество 2 и количество 1. Не совсем понятно, почему двумя строчками, но не суть важна. Важно то, что в возврате у вас этот телевизор Sharp в количестве 3 штук, он предоставляет, программа предоставляет возможность вернуть. Давайте вернем один, все три там, наверное, нет смысла возвращать. И здесь очень важны две вещи. Первое – это способ определения себестоимости. То есть, если вы формируете возврат товаров от клиента на основании документа реализации, то самый правильный, самый нормальный будет способ – это определение с документа продажи. И, соответственно, здесь указан уже документ продажи, который у нас является основанием. Можно задать сумму в данной строке, то есть это та сумма, которая вот здесь в качестве возвратно указана, то есть она отнесется на себестоимости. И еще один вариант указывается вручную, то есть вы можете вот эту сумму уменьшить, допустим, поставить, условно говоря, какую-то меньшую стоимость, либо вообще там из какой-то цены заполнить. Вот тут плановая цена не зарегистрирована, но вот здесь цена-себестоимость, правда, она в долларах, ну и, соответственно, заполняются эти данные. Но правильно определяется из документа продажи. Вот. И есть процедура, которая называется «возврат товаров другого качества». Это когда вы указываете, что качество товара, то есть возвращается ранее отгруженный товар, был нормальный, да, там, а возвращается с характеристикой, которая там, ну, другого качества. Соответственно, ну, там, допустим, телевизор Sharp там поцарапанный будет, чтобы понимание было, и, соответственно, у вас не вот эта позиция вернется, а вернется товар, у которого качество указано другое. Вот. Ну, это должен быть включен механизм учета качества и так далее. Дополнительно вы можете что сделать? Вы можете указать менеджера сделку подразделения «Контакт на лицо», каким образом производится отплата. Здесь вот операция, которая подставилась, возврат товаров от клиента, там, ничего не надо придумывать, учет многооборотной тары, входящий документ, если есть, и дальше есть такая классная штука, называется «реквизиты печати заявления там на возврат», да, то есть вы можете там заполнить какие-то данные, паспорт, номер, серия там, ну, это больше, конечно, для розницы, но смысл в том, что вы это можете заполнить, давайте проведем документы и посмотрим. Соответственно, для розницы вы можете сразу из программы напечатать заявление, там, это будет очень круто, если вы клиенту дадите уже просто заявление на подпись, а он не будет там у вас стоять у кассы и что-то там ручкой черкать, это прям совсем хорошо и круто будет. Ну, опять же, больше используется в рознице, хотя вы можете это же самое заявление спокойненько использовать в опте. Соответственно, реквизиты там для заявления на печать там заполняете, здесь там указываете там какие-то даты, да, например, вот так, причина возврата, не подошел цвет, допустим, напишем. Не подошел цвет, вид документа, там паспорт гражданина РФ, там и так далее, все это заполняете, вот, допустим, серия, да, там, напишем сейчас какую-нибудь серию, 5506, номер 555333, вот, окей. Так, две группы цифру, это пробел нужен нам, вот, окей. Вот, и нажимаете печать, заявление на возврат. Вот так оно круто выглядит, да, там, все данные сюда переносится, дата выдачи там и так далее, если вы сделаете это все, то у вас все заполнится и вообще там очень круто будет. Чек прилагается, не прилагается, ну, больше для розницы, там, соответственно, это когда идет возврат от розничного покупателя отдельно, посмотрим, как он оформляется. Вот, соответственно, что дальше, вы провели этот документ и идете в отчеты, у вас должно поменяться две вещи, да, то есть первая вещь это задолженность перед контрагентом, она должна уменьшиться на эту сумму, да, там, поскольку мы указали там вернуть денежные средства, то, соответственно, смотрим задолженность контрагента и видим, что раз чудесная такая штука произошла, что на 14 тысяч сумма долга уменьшилась и, соответственно, мы стали должны, да, то есть очевидно, что этот клиент уже оплатил этот товар полностью, потом вернул и, соответственно, вот такая ситуация. Вот, и, соответственно, на основании этого возврата вы можете также сформировать претензию, сформировать расходный кассовый ордер, сформировать списание безналичных денежных средств, там, либо эквариинговую операцию, там, в зависимости от того, каким образом вы хотите все это вернуть. Вот, то есть налом, безналом и либо там оплата по карте была, там, все, все это, все это учитывается и, соответственно, можно еще претензию создать и здесь все описать и, соответственно, претензия там по статусам у вас будет отработана, если у вас какая-то сложная система, да, там, и вы работаете, допустим, с бизнес-процессом, который там позволяет вам претензии каким-то образом обрабатывать, да, там, коллекционируете причины возникновения, виновное подразделение, виновный сотрудник, то есть это все здесь можно заполнить и очень крутые процессы создать и здесь можно добавить там в CRM взаимодействие, да, там, написать смс, написать электронное письмо, позвонить, запланировать встречу, да, там, если у вас какое-то сложное комплексное оборудование возвращается, там может быть очень большая сумма и, соответственно, может быть такой бизнес-процесс, который нужно несколькими людьми утверждать, вот, соответственно, здесь мы вернули и теперь попробуем вот этот наш телевизор-шар посмотреть, что у нас на складе, да, то есть открываем склад и доставка, что-то по складу и, соответственно, открываем ведомость по товарам, чтобы посмотреть движение и в настройках, выбираем номенклатуру, телевизор-шарп, я уже тут это все готово, нажимаем сформировать и смотрим. Смотрим и смотрим, у нас ничего не происходит. Почему, почему ничего не происходит, следует объяснить, да, то есть, первое, этот склад ордерный, то есть, соответственно, ваш возврат на данный момент ждет, чтобы по нему оформили приходный ордер, чтобы на складе товар приняли и, соответственно, установили там все позиции, да, там, здесь можно посмотреть, это возврат к оформлению, вот, у вас будет указано, что вот здесь вот возврат, вот, и можно посмотреть там состояние выполнения по нему, вот, и, соответственно, что вот этот значок означает, что пока еще приходных ордеров нет и давайте, собственно говоря, посмотрим, как они оформляются, чтобы оформить приходный ордер, поэтому возврату нужно перейти в склад и доставка. Здесь у нас есть ордерный склад, приемка, вот, соответственно, здесь выбираем нужный нам склад, это центральный, тот, который вот здесь указан в документе возврата, приемка товаров и, соответственно, вот он наш возврат, ожидается приемка. И здесь для того, чтобы оформить приемку, нужно нажать кнопку создать ордер, вот, создать ордер и, соответственно, у нас посмотреть обязательно, где этот товар хранится, вот, в секции коммерческие товары, да, там, нам программа спрашивает, в каком помещении хранится, вот, в секции коммерческие товары, зона приемки. Здесь, что нам нужно сделать, то есть отработать там все эти данные и, собственно говоря, давайте сразу поставим статус принят, вот, поставим количество, что одна штука принята, единица измерения у нас тут, и так штука указана, вот, соответственно, у нас подставился автоматический объем вес, потому что у нас это задано. Все, можно здесь уже изменить качество, упаковать в какую-то тару, напечатать этикетки, но смысл в том, что можно уже этот документ проводить, приходный ордер. Вот мы провели приходный ордер и смотрим возврат к оформлению, у нас, видите, документ ушел, все, по нему оформлен возврат, и теперь мы можем радостно переходить в видовость товаров по складам, нажимать кнопочку сформировать, и у нас здесь появляется приход. Приход, это, собственно говоря, наш возврат, вот он таким образом работает. Вот такая штука, вот так оформляется возврат, и, соответственно, используйте это в своей работе, используйте ордерную схему, если вам нужно помочь с настройками программы, то обращайтесь в компанию Кудрлайн, мы обязательно вам поможем, расскажем, как правильно оформлять возвраты, и проконсультируем, каким образом выстроить процесс оформления возвратов. Давайте теперь посмотрим, что можно сделать с передачей товаров на комиссию, то есть точно так же мы оформим возврат от клиента, соответственно, здесь у нас уже нет возможности указать какие-то данные, здесь у нас указаны уже товары, вот, соответственно, здесь мы можем поменять количество и провести этот документ, и, соответственно, те товары, которые находятся у клиента на комиссии, они будут у него списаны. И еще один вариант, это также надо зайти в продажи, у нас здесь есть чеки ККМ, вот, выбрать какой-нибудь чек, и здесь вы можете создать на основании тоже возврат товаров от клиента, вот, возврат товаров от клиента, и как раз такие здесь в данный момент, вот, у вас будет операция возврата от розничного покупателя, и, соответственно, здесь компенсация сразу будет вернуть денежные средства, нужно будет указать контрагента, вот, у нас здесь есть розничный покупатель, но программа еще тут требует контрагента, и какое-то лицо можно подставить конкретное, вот, в качестве основания отчета о розничных продажах будет указан, соответственно, здесь автоматически также заполнились все данные, и вот, как раз в данном случае, да, там нам нужны реквизиты для печати на возврат, то есть мы можем выбрать все эти данные, заполнить и распечатать заявление, вот, после того, как мы проведем этот документ, после того, как мы проведем этот документ, он точно также будет храниться в разделе документы продажи все, вот, соответственно, здесь у нас будет возврат товаров от клиента, хоза операции, возврат товаров от клиента, возврат товаров от клиента, возврат от розничного покупателя, Вот таким образом все это оформляется. Вот мы рассмотрели, соответственно, три типа возврата, да, то есть это надо знать, что есть три типа возврата в программе. Это возврат от комиссионера, от розничного покупателя, возврат товаров от клиента. Вот если вы используете, если вы не используете розничную схему, у вас документ возврата товаров от клиента сразу списывает товары, точнее приходит товары на склад, да, там и изменяет взаиморасчет. Если вы используете ордерную схему, то вам нужно через рабочее место, которое называется приемка товаров, создать приходный ордер. Приходный ордер, где вы укажете, какой товар возвращается, укажете, что статус принят, да, там на складе укажут, что статус принят, вы можете там какие-то дополнительные вещи сделать. И, соответственно, после этого, как вы оформите приходный ордер, у вас в ведомости отобразится приход. Вот таким образом работают возвраты в управлении торговлей. Если вам было интересно, как говорится, ставьте лайк, жмите колокольчик. И, соответственно, чем больше лайков наберет это видео, тем больше людей узнают, каким образом оформлять возвраты в управлении торговлей. Всем спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok